ПЕСНЯ Мы подобрались по второму вопросу. Второй вопрос звучит. Борьба профсоюзов за создание условий труда, сохраняющих жизнь и здоровье работниц и работников. Для доклада приглашается Татьяна Владимировна Станеглас. Станеглас Станеглас, Татьяна Владимировна, зал СМУ-2, Петербург, Ленинград. Маляр. Борьба профсоюзов за создание условий труда, сохраняющих жизнь и жизнь работницы-работников. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда в России составляет 26 с лишним миллионов человек. Это несколько больше половины всех рабочих мест в стране. Из них 3,5 миллиона – это рабочие места с трудоустранимыми факторами производственной среды. То есть в них сочетается не один, а два или несколько вредных факторов или по некоторым значительно превышенные нормативы. Вредные и опасные условия труда являются основной причиной производственных травм, профессиональных заболеваний. А иногда работники даже погибают прямо на работе. Поэтому борьба за улучшение условий труда является одним из коренных интересов рабочего класса. Вообще, когда рабочий устраивается на работу, он обычно первым делом спрашивает величину заработной платы. После этого количество смен, продолжительность рабочего дня. А вот с условиями труда он знакомится уже, когда приходит на рабочее место. И как это обычно бывает у нас. Заработная плата вообще и условия труда, и продолжительность рабочего дня, они находятся между собой в неразрывном диалептическом единстве. Если низкая заработная плата, естественно, рабочий должен перерабатывать больше, ухудшается его самочувствие, ухудшается здоровье. Как у нас говорит Трудовой кодекс, охрана труда в России – это система сохранения жизни и здоровья работников, включающая в себя целый комплекс мероприятий. Обязанности по охране труда возлагаются на работодателя. Как это на практике осуществляется? Ну, приходит рабочий на новое рабочее место. Прораб сразу ему говорит – пойдем, надо расписаться в журнале по технике безопасности. Ну, ты охрану труда знаешь? Ну, конечно, знаю. Вот тебе каска, распишись. Рабочий расписывается, и с этого времени жизнь его, здоровье – это его забота. Условия производственного травматизма, производственного травматизма у нас в России очень велик. Неблагоприятные условия труда, плохая освещенность, запыленность, сочетание сырости электрического тока, шум, вибрации, там, инфразвуки, ультразвуки, электромагнитные поля – все это не способствует здоровью работника. В таких условиях мало просто соблюдать требования охраны труда. Нужно еще бороться за собственные интересы. Делать это можно только коллективно. Российское законодательство постоянно изменяется. И в основном эти изменения не польза работника. Вот в этом году, например, разрешено не указывать нормы смывающих веществ в трудовом договоре. Ну, только разрешено. Принцип, если коллектив не будет настаивать, то это можно указать. Но если работодатель это не указывает, это не является его нарушением. То есть комиссия его за это не накажет. Также обстоят дела со средствами индивидуальной защиты. В этом году, ну не в этом году, начиная с этого года, средства индивидуальной защиты работодатель будет покупать из средств федерального среда, как его называется, из фонда социального страхования выделяются ему средства, только на те средства защиты, которые производятся у нас в России. А с этого года и из материалов, произведенных в России. То есть если мне нужна какая-нибудь дорогая маска, и она импортная, то я ее буду покупать за свой счет. Работодатель мне ее, конечно, не даст. Кроме того, у работодателя появились права в области охраны труда. С 2018 года он может устанавливать дистанционные средства наблюдения на рабочих местах. Ну, при этом, конечно, он должен предупредить рабочих, но теперь камеры будут следить за рабочими. То есть у работодателя появилась электронная дубинка, с помощью которой он может заставить рабочего трудиться интенсивнее. Теперь не остановишься, не присядешь, по телефону, не дай бог, поговорить. Все это не ускользнет от зоркого взора начальника. На телефон его уволить могут. Некоторые работники говорят, что они приходят, отмечаются электронными карточками, скультами. Уходят, снова отмечаются. В туалет выйти. Тоже надо отмечаться. Это время не включается в рабочие. То есть работать становится все труднее. И опять с этим также можно бороться, только с помощью коллективных действий. Таких предприятий становится все больше и больше. Уже говорилось, что работодатель, если он не может заставить рабочего дольше поработать, не хотят рабочие, не соглашаются, то он прибегает к скрытому увеличению рабочего дня. Это уже говорилось. То есть время на подготовку к работе и время после, то есть время завершения работы, оно как бы не включается ни в рабочее время по трудовому законодательству, ни в личное, ни во время отдыха. И поэтому можно очень легко этим манипулировать. работодатель говорит, 8 часов ты уже должен работать, 5 часов ты должен, например, слезть с козла, там начинать убирать рабочее место и все, омыться. Омыться, пожалуйста, после работы. Можешь ехать грязно работать, а никто не заставляет мыться. Но с этим тоже можно бороться. Бороться таким образом. С ученым того, что статья 91 Трудового кодекса Российской Федерации представляет работодателю и работнику право самим определять принципы регулирования рабочего времени, то профсоюз или коллектив работников, он должен провести с работодателем переговоры и потребовать включить это время в рабочее. Если у вас на работе вредность, если вы пользуетесь рабочей одеждой, если у вас там подается мыло, то есть вам надо мыться после работы. Еще какие-то индивидуальные средства защиты, то это время, которое затрачивается на переодевание, на мытье, на уборку, оно должно включаться в рабочее время. Добиться этого можно. Теперь про Сауд. С 2018 года уже закончился срок действия и всех сертификатов, выданных по результатам аттестации рабочих мест. Сауд теперь, Сауд это специальная оценка условий труда, которая проводится на рабочих местах и определяется класс вредности. Теперь Сауд царит безраздельно. Получается, что по результатам Сауд оказалось, что количество вредных факторов у нас снизилось. На самом деле они никуда не делись, они остались, просто сейчас они уже не считаются вредными факторами. На значительном количестве рабочих мест повышены нормативы гигиенические, то есть более высокий порог вредности. Поэтому с этим тоже необходимо бороться. Такие факторы, как освещенность рабочего места, шум, вибрация, там из прозвуки, ультразвуки, они сейчас не учитываются на многих рабочих местах. Поэтому, например, оценить освещенность поверхности на рабочих местах, там, фрезеровщиков, токарей, маляров, не представляется возможным. Кстати, освещенность рабочей поверхности, она одна из причин производственного травматизма на стройке. Вот со мной работают две женщины, они в обоих травмы. Одна не заметила там бугорок какой-то на полу, поставила козел. Козел качнулся, ударилась об стену, перелом руки. Другая не заметила в полу технологическое движение. Оно было закрыто пенопластом, хотя должно быть доставлено. Еще и нарушение было. Она на него наступила, провалилась на этаж ниже. Провалилась удачно, правда, там на гору Минваты, но на нее полетел там ящик, ее инструменты и по голове. Тоже лечиться приходилось. Так кажется, а что такое там? Ну подумали, темновато. Вот. Так что, вот такие дела. Поэтому, если работники считают, что салют проведена некачественно, необходимо не подписываться на карте проведения спецоценки. Необходимо с этим бороться. Таким образом. Ну, во-первых, когда комиссия проводится оценка рабочих мест, должен обязательно включаться представитель профсоюза в комиссию. Если его нет, ну, может быть, есть совет рабочего коллектива. Там представитель от совета рабочего коллектива. Если нет и этого, все равно необходимо сделать следующее. Так как не обязательно, не устраивая кодекс, трудовой кодекс не говорит, что вы обязаны присутствовать на рабочем месте. Но присутствовать на рабочем месте обязательно надо, потому что все это происходит у вас на глазах. Поэтому эту возможность нельзя игнорировать, если она есть. Если нельзя игнорировать. Так, второе. Вы имеете право задавать вопросы специалистам, которые проводят эту спецоценку. Они обязаны отвечать на эти вопросы. Даже если следующее. Если класс вам понизили вредности, отчаиваться не надо. У работника есть право оспорить проведение этой оценки. Для этого что нужно сделать? Надо обратиться в государственную трудовую комиссию с жалобой, что САУД проведена некачественно. После этого трудовая комиссия назначает экспертизу этой оценки. Если получается, что результаты этой экспертизы не совпадают с результатами САУД, то, естественно, работодатель должен заново провести САУД и выплатить работнику положенную ему компенсацию. Можно обратиться в суд. Обычно суды, когда рассматривают такие обращения, они находят очень много интересных. вещей, что работник не присутствовал во время САУД на рабочем месте, что замеры вредных веществ проведены некачественно, а может, они вообще не производились, что оборудование работало не в штатном режиме, что в документах нет соответствующих подписей. и таким образом САУД признается некачественной и назначается новая САУД. Работникам возвращается их льгот и компенсация. теперь хотелось бы немножко сказать о борьбе работников в северных районах и районах приравненных ним, потому что они имеют хорошие льготы за тяжелые условия труда, компенсации, установлены районные коэффициенты для повышения их заработной платы и вот с 14-го года ведется борьба за отмену этих льгот и компенсаций. Министр труда еще топили в 14-м еще году говорил, что пора их отменить, потому что это пережиток советского прошлого, они не помогают ни в чем, и сказал, что этот законопроект уже готов. Но он выступал тогда на собрании профсоюзов, генеральном собрании ФНПР, и вот это заявил. Но профсоюзы выступили против этой инициативы. Профсоюзы Магаданской области собрали тысячи подписей с просьбой оставить прежнюю систему. В результате вот такого общественного возмущения губернатору Югры ей пришлось обратиться к вице-премьеру Ольге Голодец с просьбой эти нововведения Минтруда отменить. Заявляю, что они вредны, опасны и ведут к росту социальной напряженности. Так что пока все эти льготы и компенсации оставлены. Но чувствуется, что правительство старается вести все в том направлении, чтобы их отменить. Народ прозвал еще тут нужно сказать о Торах. Это территория опережающего развития. В общем, закон откровенно разрушительный. Откровенно. Народ прозвал этот закон законом об отмене северных. Но дело в том, что в самом законе о Торе ничего не говорится об отмене северных надбавок. Но там есть другое соответствующее положение. Вот о нем хочется сказать. Согласно новой статье поправка к трудовому кодексу регулирующей особенности работы предприятий, находящихся на территории опережающего развития, то в отношении северных льгот действует следующее правило, что при согласии работника эти северные льготы можно заменить просто денежной компенсацией. Но, правда, с добровольного согласия работника. Мне бы хотелось посмотреть на того работника, который добровольно на это согласится. Вообще нельзя ни в коем случае заменять льготы и компенсации денежные компенсации. это что касается лечебного питания или вот в данном случае северных или отпуск тоже дополнительный заменять денежными компенсациями, потому что деньги, ну, зарплата в реальном отношении уменьшается, естественно, и потом не будет заметны эти добавки. То есть вы потеряете больше, чем приобретете. но еще я хотела немножко сказать, я хотела сказать о положении женщин. Дело в том, что это самая обиженная в данном случае группа работников. Женщинам достается. Их всегда принимают на работу последними. Их увольняют первыми. Их зарплата гораздо ниже, чем зарплаты мужчин. Они отказываются работать вечером. Это тоже очень плохо. У них семьи. Вот я работала на азбестовом заводе одно время в цех холодного прессования. Там работали одни женщины. Работу не привезли господи. Пресс ходит зад вперед, ты у него как предаток, ты должен успевать за этой машиной. У нас был такой случай. В соседнем цехе не было работы, работников распределили по другим цехам. Пришел к нам мужчина. Он проработал там целую неделю и сказал, я под шоку. Говорит, не всем ходить в разведку, не всем летать в космос. Ну женщины работают и ничего. То есть работа самая неблагодарная. Настройки женщин сейчас мало. Их вытеснили гастарбайтеры. Они гораздо выгоднее, потому что работают вечерами, потому что не отказываются ни от какой работы. И женщины не будут таскать тяжести, мужчины будут таскать тяжести. Выживали нас по-всякому. Начальник стройки как он говорил, у меня на стройке женщин нет, у меня есть бабы, которыми свай забивают. И как выживал? Подсобника нет, таскайте мешки. 25 килограмм, 30 килограмм, ну 50 лет не поднять этот мешок цемента. Ну мы пошли к генеральному директору. Тут еще старик совесть какую-то имел, сказал дать им подсобника. Вот подсобника дали, стали работать. Но в принципе в общем-то старались больше дать работу гастарбайтерам, женщинам и будьте сидите дома. И в результате почти всех выжили. Нас сейчас осталось три человека. Самое обидное, что мужчины-работники часто тоже очень плохо относятся к женщинам. Вот у нас работал молодой таджик, он сказал у нас женщины не работают, вышел замуж не работают. Я говорю аж работают, я видела таких женщин. Они из плохих семей. Я говорю что значит из плохих семей, бедные что ли? Нет, там кто-то проворовался, кто-то кого должен. У них считается, что это как бы неприличная работа. Поэтому у меня такая просьба, будете заключать договоры, вы посмотрите, есть женщины у вас в коллективе, как-то постарайтесь защитить их права. Включайте трудовые договоры, чтобы не носили они тяжести, чтобы не увольняли их первыми, чтобы они хотя бы получали зарплату такую же, как мужчины, за равный труд. Потому что бывает ну работа такая, что надо платить, а не платят. Не платят не потому, что не стоит она того, что женщины работают. Мужчины за такую работу получают больше. Ну в общем-то все надо. Какие вопросы будут? Вопросы, товарищи? Хочу поправку на самом деле. Просто вы не совсем точно выражены. Вы сказали, что некоторые вредности перестали признаваться вредностями. Нет, они не перестали, а просто изменилось требование, что теперь большинство рабочего времени нужно находиться под этими вредными условиями, чтобы их признали. То есть они похитривают, а повернут. Надо доказывать, что вы больше двух третей рабочего времени подвергаетесь. Сто процентов подвергаемся. Сто процентов. А вот они стараются доказать, что вы нет. Да. Никуда не ушли на тех же рабочих местах. Вредность изменения, ладно. Уже говорится не по всем направлениям, но меняют. Да, да, да. Просто для разных профессий разные требования. Есть там освещенность для тех, кто работает с мелкими предметами. Еще вопрос, товарищ. Поактивнее, да, вопрос. Скажите, вы говорили о том, что если работник не согласен с протоколом СОУ, то он может обратиться в инспекцию по труду, потом в суд пойти. А вот прецеденты какие-то известны вам? Было такое, что отдельные работники писали, известно, правда, это не рабочие, это медики. Вот, у них, может, были случаи, что у них уже тоже есть вредность. Вот, там, у Нижегород области, областная больница, по-моему, Акстовская, вот, психиатрический кабинет, врач, медсестра. Ну, посчитал главврач, что у них работа не опасная. Работа у них, дай Боже. Вот, и снял там сокращенный рабочий день снял. Вот они обратились в профсоюз, сначала в профсоюз в свой больнице, а потом уже в областной профсоюз. они отстаяли, в общем-то, все свои права. Вот. Главврачу пришлось пойти на попятную. Ну, то есть, через областной профсоюз, не через власть, как бы. Ну, они все равно потом обращались, они обращались в суд, но профсоюз им помогал составить все эти требования. И, кстати, вот, медики, как это, отстаивают свои права. Вот, скорая помощь тоже, у них был сокращенный рабочий день, тоже провели САУ, тоже сняли все. Они отстояли требования через суд. Представляется. Евгений, с ФБГУ, пассажир от транспорта. Хотелось бы такое явление повысить. Заводатель может заставить тебя сказать, что ты получил травму не на работе, а веемый дой. и заставлять. Такое происходит. Как с этим бороться? Происходит. Я растем все брови и в работе заставили сказать, что... Ну, это единственное, что, если мужественно беретесь, пойдете и скажете, что я упал на рабочем месте, получил травму. Мне 10 коллег подошли, сказали, ни в коем случае не говори, уволимся. Да, у нас тоже один случай был, уволили женщину, она палец сломала. Сломала палец, это травма больничный 100%. Потом ей выплатили эту страховку, но после этого, когда она пришла на работу, ее уволили тоже. Но уволили, правда, она как раз вышла на пенсию. И уволили ее не за это, а как бы уже она не нужна как пенсионер. Да, такое бывает. Вот. К сожалению. Понятно. То есть, если считаешь, что травма серьезная, лучше говорить правду. Если травма серьезная, лучше говорить правду, потому что могут быть последствия. У нас тоже говорят, что скажи, что упал на улице. А вот женщина, которая руку-то как раз сломала, она тоже сказала ей, не говори, что на производстве. Она пришла, тоже сказала, что бытовая травма. Потом пошла по врачам и проговорилась, что производственная, вот бытовая. Сказали. Игра, зачем ты сказала, иди главврачу, требуешь, чтобы тебе изменили бытовую травму, но производственную. она ходила главврачу, но главврачу говорит, а что же раньше думали. Вот так. Но в принципе не обязательно. Не обязательно. Еще раз думать главврачу. Да. Может, понимаешь, можно? Сюда еще сюда клапочку есть. Нет вопросов? Ага, пожалуйста. Есть работодатель такие еще инструменты, что он может вместо средств, средств индивидуальной защиты, выдавать их все хуже и хуже. Вот у нас в парке как бы было. Выдают мыло слоненок, оно прекрасно отмывает грязь. Потом выдает какое-то мыло туалетное, оно вообще не отмывает ничего. Выдают перчатки с двойным облитием латексом, потом с одинарным, но потом вообще с пупырышками. Ну и вот это ухудшается, а в квалифинном договоре написано двойным облитием. И что делать в этом случае? Сказали. Ну если у вас трудовом договоре написано в войну вы должны сослаться на двойный договор. Куда идти, к кому идти? Кто это делает? Это какое-то сомжение делает? С директором напрямую идти? Вообще, наверное, надо начальству идти к высокому. Кто следит у вас за выполнением коллективного договора? Хороший вопрос. Рабочие должны сами сидеть. Это так, надо самому пометить. Нет, но у вас есть? Инженер, по крайней труда, он будет экономить средства работодателя. Он не заинтересован. А вот непосредственно работник в первую очередь заинтересован. Есть такое, есть, но мы ругаемся, мы ругаемся, поэтому после того, как хорошо покричишь, в следующий раз привезут получше. Ну, это да, это есть. Спасибо, Татьяна. Дмитрий Петрович будет садокладчик по данному вопросу. Приглашаем вас. Здравствуйте, товарищи, зовут меня Калпакова Дмитрий Петрович, я представляю Санкт-Петербург, наш промоэксперт о электрогазосваре. Выступаю по докладу «Борьба профсоюзов за создание условий труда, сохраняющих жизнь и здоровье работников и работниц». Пункты, хотелось бы, которые отметить в докладе. Первый пункт «Сидельная система оплат труда», далее «Сделка». Это как основной вопрос. Второй пункт «Работа в нерабочее время переработки». Третий пункт «Экономия на обучении сотрудников, работников». Четвертый пункт «Экономия на оборудовании и средств индивидуальной защиты». Пятый пункт «Обязательное медицинское обследование». Первое. При системе сделки и расчетов между работником и работодателем работодатель абсолютно не заинтересован и не контролирует процесс производства с точки зрения безопасности и охраны труда. Либо преднамеренно закрывает глаза на нарушения и разные маневры опасные. Работники на свой страх и риск выполняют сложные и опасные манипуляции с деталями, изделиями и инструментом для достижения денежных целей. Работодателям ставятся сроки выполнения работы, за которых работники спешат и, следовательно, совершают ошибки, нередко фатальные. Был пример совсем недавно, где-то полгода назад или, может быть, чуть больше. Работник из-за спешки в переработке стропил тяжелую балку 10-тонную сварную и вместо того, чтобы сходить взять стропа, надо было идти там где-то метров наверное 100 по цеху, он зацепил балку четырьмя крюками цехового крана и вследствие чего падает балка и отрубает работнику три пальца на ноге. Ну, были случаи еще печальнее, я как бы не буду о них распространяться. Вследствие чего человек стал инвалидом, грубо говоря, но я не знаю инвалидность ему дали или нет, я так тому времени уволился от этого предприятия, но дело замяли, никакого расследования не было, никаких экспертиз не проводилось, работник отсидел три месяца на больничном, его восстановили в должности, то есть, ну, он дальше стал работать, продолжать, какую-то компенсацию работодателю ему пообещал и вроде как выплатил, но человек остался без пальцев на ноге. Так, второй пункт переработки на производстве. Переработки, по моему мнению, бывают двух типов, это официальные и неофициальные. Первые, так называемые официальные и, ну, еще называют белыми переработками, с ними примерно все понятно. Работодатель уведомляет работника о нужде в переработке, дает ему уведомление, которое работник подписывает, соглашаясь на условия, оплату и прочее. Этот уведомительный листок, он проходит и по бухгалтерии, и идет к инженеру по охране труда, и он все это дело подписывает, все это регистрируется, то есть как-то потом замять это дело не получится, если в случае переработки какое-то нарушение было или какая-то травма, в общем, это очень тяжело. Но вот с неофициальными все намного тяжелее. При сделке работодателе, работодателе выгодно, чтобы работники перерабатывали, потому что они могут сделать что-то за 12 часов, нежели за 8 или за 10. То есть это больше, 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 больше прибыль, больше выручка. И ставится вопрос так, что вам, как работникам, это самим выгодно. То есть вы больше переработали, вы больше получили, вы сделали один объект за какую-то сумму, но тут же еще успели за этот месяц сделать еще какой-то объект за еще какую-то сумму. То есть зарплата у вас стало больше. И работники на это ведутся, что ли, они это принимают, и за это, как говорится, стоят, что ли, горой. У нас был случай, конфликт на работе. Три бригады работала в цеху. Наша бригада стояла за то, чтобы работать только по 8 часов в день. С 8 до 5, с обедом, с перерывами и перекурами. Вторая бригада работала как скажут. то есть надо, значит, мы надо. То есть мы слушаемся. А третья бригада у нас была сварщиков и слесарей, которая перерабатывала по-черному, я бы сказал. То есть ребята там оставались за 12 ночи несколько недель подряд за месяц и ну вот они 8-го пришли на работу и до 12 колотят, варят и собирают детали какие-то. Вот из-за этого работодатель смотря на них тычет на них пальцем и указывает нам, что вот смотрите какие у нас есть сотрудники, а вот вы не хотите работать, значит вы не хотите зарабатывать и следовательно, упрекают нас в том, что мы какие-то недобросовестные или что-то не так делаем. Коллективных договоров на тот момент там не было, да и наверное сейчас нету, потому что я оттуда ушел и сознательность работников там конечно оставляет желать лучшего, поэтому не знаю какая ситуация сейчас нам, в общем. Вследствие чего вот этих всех переработок накапливается усталость по себе знаю, ухудшается самочувствие, полный износ организма, то есть ты приходишь домой и ты даже там поесть даже бывать не можешь, ты просто уже падаешь в диван и поднять от тебя можно только краном с утра и то навряд ли. Появляются, развиваются вредные привычки. У работников в моей сфере деятельности вот в металлообработке очень много с вредными привычками, кто много курит, много пьет, есть кто употребляет наркотики даже специально на рабочем месте, чтобы двигаться быстрее, специальные средства. Есть такие энергетики и в общем все такое и прочее. Третий пункт. Зачастую работодатель не проводит должного обучения сотрудников. Работник вынужден работать на разном оборудовании за день, не имея на это оборудование ни допусков, ни навыков официально задокументированных, то есть в случае травматизма повышается кратно. То есть если человек не умеет работать на каком-то станке, например, тоже гильотином то он может туда запросто и руку засунуть и инструмент какой-то оставить, инструмент потом ударить. В общем, это очень опасное оборудование, с которым нужно уметь работать. Также работодатель если произошел какой-то травматологический случай, обязательно попытается скрыть или как-то завуалировать это все. С этим, конечно, надо подходить с умом, оценивая свое здоровье. То есть если у вас, например, какая-то травма небольшая, какая-то царапина, не надо из этого, конечно, гуч поднимать и там как-то развивать вопрос, конфликтную ситуацию переводить. Но если вы понимаете, что здоровье ваше пострадало или пострадает в будущем от этой травмы, то это, конечно, надо все обязательно документировать и доводить до сведения наблюдающих органов. Также по опыту скажу, что в штате компании или фирмы нет инженера по технике безопасности и охране труда. Его функции обычно выполняет отдел кадров или работник отдела кадров. то есть человек вообще не относящийся к этому и не имеющий опыта в этой работе абсолютно. То есть он занимается своими непосредственно обязанностями, а эти наблюдательные функции до него добавлены и даже кстати не оплачиваются и никак. Четвертое оборудование на большинстве предприятий это остатки советской промышленности, которая выработала свой ресурс или уже ремонтировалась капитально. Работники в виде отсутствия необходимого оборудования вынуждены приспосабливаться и работать другими непредназначенными для этого инструмента механизмом. Самодельные приспособления также ненадежны и никем не проверены. Но это я говорю про то, что какие-то захваты, какие-то струбцины это все самодельные вещи, которые на самом деле это вы сами собрали руками как работник. но в лаборатории никто это не зафиксировал, не проверил, не сертифицировал. Это тоже опасно, то есть никто не знает, сколько это оборудование может выдержать, например, тот же ВИКС. Работодатель, кстати говоря, любит поощрять такие инициативы от работников, что вот он новое что-то придумал, новую какую-то приспособку сделал, чтобы не покупать новое оборудование. Они на всем экономят, поэтому тоже случаи травмирования усиливаются много раз. на многих производствах отсутствует нормальное снабжение средствами индивидуальной защиты. Также нет контроля за качеством и предназначением средств индивидуальной защиты. на моем опыте было только одно предприятие из, наверное, пяти, которые бы я сказал, что там следят за этим очень четко. Денег не экономят абсолютно. Это предприятие Magna в Санкт-Петербурге, завод прессования металлических изделий для автозаводов Hyundai, Toyota и GM. Там да, средства индивидуальной защиты выдаются коробками. Вот просто коробками. там даже качественно следят за этим, но из-за нарушения очень сильно карают. То есть если без очков по сеху ходишь, то могут лишить какой-то премии, какой-то штраф наложить или вообще повесить на доску почета, как говорится. То есть вот это у нас есть такой нарушитель. Обязательное ежегодное медицинское обследование необходимо прежде всего работнику, работающему на опасном производстве с вредными факторами. Работодатели, вот как показывает практика, не заинтересован в этих затратах и больше скажу, сейчас какая-то пошла новая тенденция у работодателя, уже у меня второе предприятие, в которое я прихожу и мне говорят идите проходите медкомиссию. хорошо, давайте мне направление пойду медкомиссию, проходи. Они говорят нет, вы идите сначала за свой счет, а мы потом посмотрим. Что значит посмотрим, это значит то, что если вы отработаете месяц или два, то вам возможно возместят эти затраты, но это не факт. И выпить потом руководство какие-то там вот эти деньги три или две тысячи сколько обслуживания стоит, но это очень трудно на самом деле по опыту чисто по опыту скажу. Также отмечу, что проходят эти обследования на очень низком уровне без заинтересованности я бы сказал. То есть проходят они в частных клиниках, где подговору между компанией и клиникой просто проходится обычное обследование крови, анализов глаз например там несколько врачей хирургов тальмолог там и нервопатолог и врачи вот сами врачи проверяют анализы ставят годен даже если у тебя что-то со здоровьем не так то есть абсолютно на все закрывается глаза потому что им нужно выпустить человека допустить его к работе работодатель тоже в этом заинтересован а клиника заинтересована в получении прибыли следовательно нездоровые никому не нужны на бумаге ну а там что по факту то есть там отсюда закрывается глаза отсюда можно сделать только один вывод что работнику самому необходимо следить за в союз то обязательно эти вопросы надо поднимать потому что на моей небольшой практике производстве я всего лишь там еще только 10 лет случаи травмирования где-то три раза в год вот только в моих каких-то предприятиях и это даже опытные работники с ними такое случается одному человеку повредило спину и теперь и тогда факт тоже скрыли повредили спину теперь он ходит плохо но работает продолжает работать потому что так говорится кушать надо все из вышесказанного я бы подвел такой итог необходимо требовать у работодателя окладную часть зарплаты в договоре ее прописывать и чтобы это было официально и не было каким-нибудь там прожиточным минимумом то есть это надо сумму какую вы оцениваете свою работу хотя бы в половину на всякую на всякий случай потому что при сделке вам вообще ничего не должен работодатель платить они так в договоре и пишут что если у вас отдельная оплата труда вам ставится окладная часть какая-нибудь 10 тысяч и все но на работу вы обязаны ходить и обязаны делать неважно что вы делаете но обязаны вот на предыдущем месте работы у нас было так что нам давали какой-то заказ на какой-то объект мы его делали нам за это выплачивались деньги не было никаких заказов например это пустые месяца для нас для сварщиков и для слесарей это январь февраль-март это вообще не заказов ничего нету цеха простаивают за это время работодатель ни разу нам не заплатил денег мы 3 месяца сидели без зарплаты сейчас на новом месте где я работаю сейчас работодатель немного другой и я уже думал что да надо будет сейчас какую-то халтуру искать что-то еще но к нам реально подошел сам лично и сказал что ребята заказов нету это не ваша вина это мы тут как говорится ушами прохлопали там не договорились с кем-то не сошлись поэтому мы вам оплачиваем только окладную часть по 25 тысяч рублей в месяц но на работу вы можете не ходить вам здесь делать нечего просто сидите там мы просто закроем эти пустые дни окладом это конечно порадовало следующее соглашаться на сверхурочные работы только с уведомлением гарантии оплаты по ТКР то есть если к вам как-то подошли и сказали давайте там ребят на 3 часа останемся надо просить подтверждения что это потом не улетит в трубу и как-то оно было зафиксировано и как следствие этого внесение изменений в трудовые договора между работником и работодателем то есть если один раз работодатель пошел на эти уступки нужно этим немедленно пользоваться и сразу же это фиксировать чтобы им потом было не отвертеться а вот тогда вы нам заплатили а вот сейчас нет ну он может сказать тогда было там трава зеленее там и все остальное может сослаться на разные кризисы не кризисы это все надо делать потому что есть страховой фонд на всех предприятиях это руководители об этом знают работники об этом ничего не знают ну и не не интересуются добиваться повышения разрядов и обучения новым навыкам документальным документальным подтверждением в связи с чего у работника появится еще одна должность профессии дополнительный оплату труда это очень важный пункт это это все нужно для того чтобы развиваться и как-то богатеть своими профессиями и навыками потому что вот я пришел на завод после армии вообще мне не было никаких ни навыков ничего ни корочек как говорится ни удостоверений после трех лет работы я нашел работу где мне оплатили обучение отправили на курсы я добился того что меня еще поставили категорию электробезопасности по документам и сейчас добиваются чтобы меня отправили на переобучение на повышение до шестого разряда электросварки до один требовать новых средств индивидуальной защиты современных и применимых именно к той работе которая выполняется зачастую даже если есть средства индивидуальной защиты они не подходят для специфики вашей работы например у нас было часто как выдавали респираторы которые не работают ну то есть они просто прикрывают лицо но весь дым все вся пыль все равно попадает в легкие говорим что это плохие начальство говорит что дает деньги только на такие радуйтесь что и это нет это надо как-то контролировать если есть коллективные договора это тоже обязательно прописывать надо потому что они экономят на всем вот я замечаю на всем вообще абсолютно экономят даже на ручках у нас был случай не покупали ручки а покупали пасты то есть чтобы вам не ручку купили ручка стоит 2 рубля паста 50 копеек вот пасты давали даже не нам а инженерно-техническим работникам в административную часть пасты очень смешно даже было ну и считаю что из вышесказанного обязательно 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 надо делать коллективные договора вот я сейчас на конференции побывал приеду на предприятие обязательно займусь этим вопросом серьезно я теперь примерно понимаю о чем нужно говорить с работниками со своими нас конечно мало но мы в тюняшках сейчас в штате по-моему было 17 что ли 18 человек ну предприятие совсем молодое оно двухлетнее то есть только-только начали что-то делать у нас еще цеха конечно своего нет но видно что работодатель как-то в нас заинтересован начались ну думаю посмотрим что дальше еще вопрос спасибо спасибо кто-то выступить хочет по данному вопросу я работаю на вредном как раз производстве мы разрабатываем лекарства от рака а это химическая лаборатория как вы понимаете это растворители токсины работа с биологическим материалом ну плюс то что у всех врачей медсестер у них повышенная опасность заражения вот всем с чем они работают вот и когда пришли аттестовывать наши рабочие места в лаборатории во-первых никого не предупредили что это будет проводиться наоборот сказали будет комиссия которая будет проверять что вы соблюдаете технику безопасности естественно все прекратили все химические процессы отмыли тяги в общем навели идеальный порядок и когда вот эта комиссия пришла они вдруг начинают брать пробу воздуха смывы у них у всех так сказать челюсть отвисла потому что их совсем о другом предупреждали и в результате все вот эти замеры оказались просто ну никакой опасности никакой вредности и так далее вот а о некоторых вещах многие даже и не подозревали что вот изменились эти частично нормы ПДК действительно изменилась подход к тому чтобы признавать место рабочее вредным потому что если раньше вы имели просто в течение рабочего дня контакт с какими-то веществами вы уже считались на вредной работе вам полагалось молоко там или сок дополнительное питание значит компенсация к отпуску дополнительные дни там ну целый комплекс был советской властью выстроен вот этих вот мер которые потихонечку отбирали а сейчас вот этот Сауд так называемый это же добровольно сам работодатель сам себя аттестовывает конечно он не заинтересован в том чтобы это было аттестовано в полной мере вот и поэтому я считаю что тут есть только на самом деле один способ бороться во-первых необходимо непрерывно вести разъяснительную работу потому что изменяется в законодательстве чем вам грозит вот это вот неправильная аттестация которая зависит от вас тоже вот этот пример он ясно показывает люди не знали не подозревали и сами себя подвели и уже задним числом что-то доказывать было очень сложно потому что они расписались в протоколе вот а присутствующий при всем председатель правкома ну она сама химик и она у нас шло 40% сокращение кадров в науке вот и она точно так же боялась быть увольной хотя пока еще закон ее как председателя правкома центра защищает вот надо сказать что в последнее время например профсоюз научных работников системы академии наук довольно боевитый и в первую очередь боевиты сами академики вот а вот уже средние так сказать научные сотрудники они уже ничего кроме своей работы не видят и не знают и поэтому необходимо об этом писать раскрывать вот эти вот новые законодательства мероприятия ну и еще хочу сказать что если нет сильного профсоюза то вот в одиночку как вот вам удалось это большой большой вопрос надо понимать что вот вы привели пример что автомобили производители сами у себя внедряют систему контроля за качеством почему потому что потом приходится отзывать целые серии автомобилей вы же знаете и эти затраты для них вот такой зарез по сравнению с тем что они потратят на технику безопасности то есть надо четко представлять какие болевые точки и какую роль эта техника безопасности будет играть вот для ваших работодателей которые вас обеспечивают работой милостиво и дело не в том чтобы не становиться на их сторону но четко понимать когда у вас совпадает вот этот интерес по техническому и вы можете на этом так сказать настаивать и даже в одиночку иногда доказывать а когда приходится организованно бороться в одиночку ничего не сделаешь а если нет сильного профсоюза ну ничего вы не сделаете если только тогда не обратитесь к общественному мнению вот как это например было на машиностроительном у нас вот вагоностроительный в мытищик был завод и два года назад тут ребята докладывали как они боролись за технику безопасности потому что это влияло на безопасность пассажиров в будущем которые бы ехали в этих вагонах правда у них там тоже были потом репрессии и сейчас вот последних членов профсоюза намечается у нас на метровагон Маша очередное сокращение почти половина состава почти весь профсоюз выдавлен он был довольно боевой сильный вот и пользовался тем что вот это было значимо для Москвы сейчас ситуация ухудшилась мы пока не знаем как мы можем там помочь вот я о чем говорю что просвещение четкое понимание так сказать чем грозит производство на чем можно играть и это это не походе можно решать это нужно делать вдумчиво и обязательно закреплять в коллективном договоре ну еще я тех хочу заметить я вот еще работаю просто наборщиком текстов дополнительно вводятся документы многих заводов сейчас видимо это результат того что сейчас говорит о возрождении частично промышленности да вот то что там оборонка и они смотрят все документы которые были при советской власти например по технике безопасности я когда ввожу это я вижу какая-то была полная строго отслеживаемая система были планы по повышению наука значит емкости производства по мероприятиям по рационализаторам то есть понимаете эта система она была четко направлена на охрану труда на повышение производительности без ущерба здоровья плюс система медицинских диспансеризаций вот что касается диспансеризации вы должны знать ребята что вообще-то правительство официально министерство вот этого социального здравоохранения социальной политики оно ввело систему обязательно в трех один раз в три года диспансеризации для всех и если вас заставляют ее проходить платно то вы имеете право прийти у себя там ну может быть вот товарищ Дьяченко расскажет вам об этом я правильно сказала Дьяков Дьяков да вот расскажет вам более подробно просто я говорю то что для Москвы может быть для Москвы это более углубленный потому что там идут финансовые потоки со всей России и москвичей как бы вот задабривают это мы как вот в Америке был квалифицированный рабочий класс задобренный за счет так вот сейчас Москва оказывается такой задобренный за счет всей России мы это понимаем нам с этим трудно но мы боремся еще одна хочет выступить товарищ рабочий Денис Борисович тогда вам Дегтярев Денис Борисович врач-эндоскопист заведующий эндоскопическим отделением госпиталь для ветеранов воин Санкт-Петербург тема которую мы сегодня задрагиваем очень важная она касается абсолютно всех работающих на самом деле потому что как вы знаете требование специальной оценки труда она должна пройти на всех абсолютно рабочих местах вот на конец прошлого года это было всего лишь 15 миллионов оценено рабочих мест 22% остается еще до конца 18-го года провести эту специальную оценку на 48 миллионах рабочих мест соответственно это коснется всех и каждого чем это потенциально грозит неправильно проведенная специальная оценка труда грозит уменьшением заработной платы увеличением рабочего дня укорочением соответственно отпуска лишением лечебного питания лет так сказать компенсации и в перспективе не ликвидации а перестанет начисляться льготный стаж пенсионный вот собственно говоря такие итоги которые может ожидать работник от проведения специальной оценки труда надо понимать что она затевалась вовсе не для того чтобы улучшить положение работника для того чтобы с одной стороны уменьшить так сказать тяготы которые несет работодатель каждый индивидуально в связи с выплатами работникам которые получают получали скажем так да компенсации льготы в соответствии со списками специальности занятых во вредных опасных условиях труда но и с другой стороны попытаться часть ответственности которая уже несет государство в свою очередь за результаты работы в этих вредных и опасных условиях переложить в свою очередь на работодатель каким образом за счет того чтобы при подтверждении вредных и опасных условиях труда по результатам специальной оценки работодатель должен выплачивать повышенные взносы в фонд социального страхования ну и соответственно пенсионных практика применения специальной оценки показала то что в общем-то все это получилось игра в одни ворота поиграли одни только работодатели проиграли и работники и государство потому что та методика которая была предложена для проведения саут вернее утверждена ну и не говоря уже о недостатках самого закона они привели к тому что работодатели получили возможность снижать класс опасности не прилагая к этому никаких усилий для этого в законе заложен ряд так сказать норм ну в частности вот сегодня говорили о применении специальных средств защиты средств индивидуальной и коллективной защиты на самом деле как мы понимаем что сами по себе факторы рабочего сами вот эти средства защиты они с рабочего места опасные факторы не убирают да они ставят некий барьер так сказать между работником и работодателем между работником и этими факторами опасными производственной среды но рабочее место от этого не меняется и если мы говорим о том что борьба за улучшение условий труда должна привести в том числе к смене технологического процесса замене оборудования то вот эта норма которая позволяет снижать класс опасности просто применив средства индивидуальной защиты она как раз препятствует вот этому фактору то есть препятствует тому что не нужно менять оборудование не нужно менять технологический процесс достаточно выдать на момент проверки заметим да может быть даже не выдать скажем так а продекларировать потому что оценка вот этих средств индивидуальной защиты в ходе соут она проводится по документам то есть есть а документы у нас какие сейчас технические условия то есть не по госту даже есть технические условия по которым выпущен этот респиратор или маска или очки и вот смотрят защищает защищает что там дальше будет вам выдаваться совершенно справедливо было замечено что сначала выдавали двойной облив и так далее до таскать вплоть до нитиных перчаток если говорить о медицине то доходило до того что в этих перчатках не видел работали которыми кондитеры пирожные накладывают понятно что они ничего не защищают теперь что касается борьбы профсоюзов надо понимать что есть угроза реально бороться могут только работники организованные в профсоюз но если профсоюзной организации нет это не избавляет работников от обязанности войти в эту комиссию по соут то есть в любом случае надо как-то сорганизоваться и людей туда выдвинуть она не может работать без вашего участия скорее всего если вы об этом не знаете скорее всего это будет человек который где-то начальство отловило и сказал ты будешь в этой комиссии ну чем пряником кнутом не важно чем она туда его заманила но там надо понимать что если там будете не вы там будет человек который будет занимать соглашательскую позицию с администрацией причем количество членов от трудового коллектива закон не ограничивает можете хоть все туда войти в эту комиссию и бы так сказать работать причем комиссия работает на постоянной основе это не то что провели однажды соут все все разошлись и так далее она эта комиссия создается приказом работодателя она постоянно действующая если у вас изменился технологический процесс если у вас так сказать там новое оборудование привезли изменили материалы с которыми вы работаете это все повод для проведения повторной соус может быть поводом ну и конечно это мотивированное мотивированное мнение про союзные организации то есть если вы считаете что необходимо ее проводить можете заявлять о необходимости повторной проверки правда срок отведен работодателю полгода полгода он может ничего не делать по сути дела значит как профсоюзы борются ну примеры борьбы есть конечно это вот в Калужской например завод Volkswagen там им удалось отстоять вредность на производстве есть очень хорошее руководство методические методические рекомендации которые были изначально разработаны горно-металлургическим профсоюзом России и подхваченные федерацией профсоюзов Свердловской области вот я даже на камерах хочу продемонстрировать это вот фотография распечатанная да этот документ доступен в сети он в разных так сказать на разных ресурсах выложен можете просто в поисковике посмотреть его найти там очень подробно и грамотно расписано все что должна делать профсоюзная организация при проведении специальной оценки труда буквально пошагово да и надо понимать что когда к вам пришли уже измерять это значит что вы где-то на полгода на полгода уже опоздали как минимум потому что надо заранее составить перечень мест надо заранее составить список тех факторов которые у вас есть рабочих местах для того чтобы комиссия подготовить массу документов там должностные инструкции инструкции по технике безопасности показатели производственного контроля то есть все что может быть использовано для проведения этой экспертизы потому что ни одними измерениями так сказать здесь комиссия выносит решение не только на основании измерений поэтому все это должны представить совершенно я могу еще несколько минут надо понимать что как совершенно справедливо было замечено отмечено докладчиками что измерения должны проводиться во время технологического процесса оборудование должно быть включено так сказать химия должна быть запущена и так далее если проводится выходной день или когда все выключено понятно что и результаты эти соуд не недействительны на самом деле что касается государственной экспертизы труда ну действительно к ней нужно обращаться но надо понимать что у них никаких средств измерения контроля нет нет поэтому и кроме того это процедура платная поэтому лучше до этого не доводите все-таки работать на этапе соуд которая которая плачет как известный работодатель далее надо надо еще понимать что есть если вы проводите повторный соуд то вот этот период между первичной и повторной если установлено что так сказать первичной между первичной и повторной льготы у вас должны сохраняться для этого время если вам что-то не выплатили значит вы имеете право потребовать чтобы вам это вернули в отношении лечебного питания значит лечебное питание назначается в соответствии с нормами выдачи это отдельный закон 2009 года поэтому даже если по результатам соуд признано что у вас замечательные условия труда никакого лечебного питания скажем молоко вам не полагается то отменить его выдачу можно только с согласия профсоюзной организации просто не с учета мнения а именно должно быть согласие если не согласны профсоюз не подписывает значит лечебное питание все да ну последний момент значит дает снова последний а буквально да одна проблема так что и поэтому нет смысла соглашаться на денежную замену да если вы согласились на денежную компенсацию то ее убрать ничего не стоит на самом деле а вот если вы фактически получали это лечебное питание убрать значительно сложнее ну и наконец в отношении средств вот то что мы говорили значит средства мыломоющие и так далее это распространяется на ту часть средств которые работодатель получает обратно счет неизрасходован но то что он тратит самостоятельно из своих из своих не полученные обратно из фонда социального страхования то что он затрачивает так сказать из своих средств сможет покупать все что угодно то что вы заложите в коллектив договор спасибо кто еще хочет выступить по опту у кого еще есть после Дениса Борисовича сложно конечно что-то уточнять но все уточнил лапшан Анатолий Николаевич не штатный экологический советник Ивановского областного права не не он более сложно называть но я еще как-то еще член Крадиционного совета Ивановского областного общества прав человека и вот некоторые назад когда еще уполномоченным правом человека в России был господин Лукин значит у нас в Иванове проводил круглый стол такой серьезный приезжали уполномоченные правом человека субъектов Российской Федерации и обсуждали вот те же вот вопросы в том числе те же вопросы которые мы сегодня обсуждаем я на первом вопросе пропустил то что сейчас скажу но решил вот сейчас выступить вот если говорить о женщинах от первой докладчик была женщина то и говорить о сельскохозяйственном пролетариате а вроде как-то Российский комитет рабочих должен не только значит это самое как сказать охватывать какую-то избранную что ли категорию рабочих но еще не забывать о сельскохозяйственном пролетариате то значит у нас в Российской Федерации существует достаточно старенькое постановление Верховного Совета по женщинам работницам в сельскохозяйственной местности которые это касается продолжительства рабочего дня которые повсеместно не исполняются это вопрос по моей инициативе вот на том мероприятии значит был поставлен значит прокуратура была никто не хочет этот документ проверять я касаюсь значит работниц которые значит населены вот здесь приводили примеры разного рода опасностей а вот я вам приведу пример значит исходя из опасностей есть у нас такой племенной колхоз имени Зержинского говорил по Сасском районе и там председатель колхоза принял такое решение поскольку было значит такой случай что доярку одна корова значит это самое на рога подняла и значит он принял решение значит теперь у него хозяйство это достаточно известное хозяйство у нас в области все будем говорить коровы это сам безрогий и смеяться здесь не надо потому что когда мы начинаем говорить значит о женщинах говорим о том о сём извините вот еще такие есть опасности для сельскохозяйственных пролетариат конечно там есть автоматизация и так далее то есть некоторые моменты некоторые моменты на мой взгляд мы должны тоже учитывать и в режиме поскольку значит все таки еще раз вернусь к тому что у нас докладчик была женщина и значит исходить вот не только из того что она сказала но из этих еще моментов что опасности женщин в том числе подстерегают и в других извините так производствах и в сельскохозяйственном и так далее но мешки то что они там таскают корма не таскают они там все автоматизировано вот в хозяйстве но тем не менее тем не менее все равно охраной труда нужно и в этой будем говорить вот это у нас отрасль что ли сельскохозяйственного то есть поэтому я бы предложил все таки хотя бы какую-то эту самую фразу небольшую о том что мы значит разбирая те или иные вопросы не забываем о сельскохозяйственном пролетаре спасибо за внимание спасибо уважаемые товарищи еще время на одно выступление у нас есть может кто-то еще выскажется все-таки вопрос такой который действительно касается всех сфер как заметил Анатолий Никонович производства всех сфер производства может кто-то что-то особенность какую-то хотел бы подчеркнуть нет желающих да ясно-то ясно а когда дело доходит тоже не совсем ясно там было два случая один со смертельным исходом а один с тяжелым увечью сначала врач зафиксировал что это производственная травма вот а потом под давлением администрации и значит видимо под какими-то угрозами он изменил формулировку заключения и сам пострадавший тоже благодаря тому что ему пообещали там гораздо большую компенсацию нелегальную он согласился на это он сам отказался от того чтобы этот случай был признан производственной травмой но факт тот что когда уже все документы подписали он все подписал его обманули то есть надо людям объяснять что риск обмана не поддавайтесь ни на какие вот эти вот вещи потому что кроме того что вас могут обмануть если не будет никаких изменений по результатам таких случаев в производстве то будут и следующие пострадавшие кстати это как правило так и бывает если не приняты серьезные меры будут повторные случаи и вот я хочу сказать что например на ЗЛК в свое время большинство самые распространенные травмы это прессом обрубались пальчики пока там нет вот получал структаж знаете что мне сказали не суть куда не надо руки а то протянешь ноги да это между прочим это было в монтажном управлении главный инженер это самое все время об этом говорил все время говорил потому что это не шутки в дело Рожена Борисовна да я об этом могу так привет а еще говорили забудьте индукции дедукции давайте продукции тьфу на все вот было вот а сейчас тем более это очень сильно развито значит я хотел бы обратить вот на что внимание вот тут оздавали женщин значит очень важный момент когда приняли постановление закона я уже не помню о том что можно значит заменять продукты дедер на компенсации помните была очень активная компания ну конечно надо же разгрузить работодателя от заботы о людях он дал 20 копейки все и будь здоров вот у нас значит сначала мнения разделились но ненадолго очень быстро люди поняли что а тем более это времена были очень бедные когда в общем-то вроде бы лишнюю копейку домой принести почему не принести вот пришлось очень серьезно заниматься и мы категорически отвергли это дело вот ну чего в результате в результате манзар несут там что у нас молочнокислые петиносодержащие продукты ну яблочный сок не понесешь домой вроде там это как-то так выдают там на бригаду две трехлитровые банки вели как хочешь а вот кефир уносили домой в результате значит пять монтажниц по свинцу ну до инвалидности дело не дошло вовремя подцикли правда мы заставили администрацию обеспечить им лечение там санаторное и так далее вот и уже после окончания всего этого после того как ну завод кончился две монтажницы умерли от свинцового отравления то есть вот накопилось и буквально они сгорели в течение трех недель три недели все нет людей вот я на что хочу обратить ваше внимание вот наверняка на предприятиях это каждый раз при заключении какого договора одна и та же бодяга а давайте поменяем а давайте мы деньги будем отдадим не соглашайтесь не соглашайтесь потому что это эти правила это жизнь людей если мы будем уступать это мы будем уступать чьи-то жизни это очень важный момент вот и вообще раздел охраны труда один из важнейших из важнейших и надо использовать данное право значит профсоюзам иметь своих инспекторов по охране труда полномочий 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 по охране труда это очень важный институт который надо поддерживать а лучше развивать людей учить охрана труда раздел очень серьезный спасибо Татьяна Владимировна просим вас для прочтения проекта постановление российского комитета рабочих борьба профсоюзов за создание условий труда сохраняющих жизнь и здоровье работниц и работников российский комитет рабочих отмечает что борьба за создание благоприятных условий труда должна стать приоритетной задачей профсоюзных организаций занижение класса опасностей условий труда представляет угрозу для всей страны так как не стимулирует работодателей к внедрению нового высокотехнологического оборудования повышению производительности труда ведет к уменьшению выплат работодателей в пенсионный фонд и фонд социального страхования российский комитет рабочих рекомендует рабочим профсоюзным организациям следующее признать процедуру специальной оценки условий труда в копках сауд экономически нецелесообразной социально вредной не имеющей отношения к целям и задачам охраны труда требовать ее отмены или кардинального пересмотра в интересах работников проводить солидарные действия вплоть до всероссийских акций требуя дополнительного улучшения условий труда за счет создания высокотехнологичных рабочих мест соблюдения норм ароматизации и сроков эксплуатации оборудования для ее отмены принимать активное участие в проведении специальной оценки условий труда САУП на своих предприятиях опираясь на методические рекомендации организация работы представителей выборного органа первичной профсоюзной организации в составе комиссии проводящей специальную оценку условий труда разработанные федерацией профсоюза Свердловской области контролировать реализацию работодателем мероприятий по улучшению условий труда которые должны проводиться по итогам САУП просоюзным представителям комиссии по САУП использовать свой статус постоянных членов для работы над улучшением коллективного договора обучение работников основам трудового законодательства организации коллективных действий поддержку прогрессивных коллективных договоров при ущемлении прав работника на гарантии и компенсации проводить коллективные действия обращаться в гострудинспекцию прокуратуру и суд размещать информацию о противоправных действиях работодателя в социальных сетях и СМИ добиваясь восстановления и развития прав работников борьба работников организованных профсоюзы за улучшение условий труда это борьба за интересы общественного развития за лучшую жизнь будущих поколений работников Лижний Новгород 1 апреля начнем отстал нет мы принимать завтра будем так что пока да есть предложение товарищи принять данный проект постановления за основу чтобы потом у нас будет время над ним поработать осмыслить и уже в дальнейшем принять цену кто за то чтобы данный проект постановления был принят за основу права против воздержавшихся нет единогласно субтитры Продолжение следует...